Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. На самом деле история закончилась. Девушка бы хотела вас предупредить, но я со своей точки зрения, своей позиции это зачитаю. Хочу немножко психологически это разобрать и кое на чем акцентировать внимание в этой абсолютно, казалось бы, не про отношения истории, но очень важно. Просто каждый из вас может сделать свои какие-то выводы для своей жизни о том, что я буду сегодня говорить. Итак, добрый день, Галина! Я до переезда в Турцию часто смотрела ваш блог, мне он помог даже однажды. Я не знаю, будет ли интересна вам моя история, но она не про отношения с турками в домашних условиях, а на телефонном мошенничестве, о том, как я на это попалась. Я всегда говорила бабушке, чтобы она была осторожна, а сама так тупо попалась. Я живу в Турции не первый год, достаточно неплохо знаю турецкий, чтобы общаться свободно. Пару дней назад мне позвонил муж и сказал, что сейчас будут звонить из Гёч и Дариси. Мы недавно подавали, мой комет продлевали. И это показалось мне нормальным, ведь такое было и раньше, следом раздался звонок. Мне представились с сотрудниками Гёча и поначалу задавали стандартные вопросы. Я не обратила никакого внимания на первые звоночки. Мне назвали мой номер и комета, дату рождения, имена родителей. Ну, эта информация есть в анкете, когда вы ее подаете. То есть, это личная информация, которую только сотрудники Гёча, по сути, могут знать. Дальше. Сказали, что данные моего ВНЖ были украдены и использованы в мошеннических целях. И чтобы снять с меня все подозрения, рядом с сотрудником Гёча есть полиция. Так что это все иначе рядом с сотрудником Гёча есть полиция. То есть, был сотрудник полиции, получается. Вот так все это началось. Я отвечала вроде бы на безобидные вопросы. Потом меня спросили про счета в банках, которые есть. Обычно ими всегда муж занимается у меня. Мне сказали, что одну из банд поймали. Чтобы поймать остальных, нужно зайти в банк онлайн и проверить, все ли там в порядке. Я по глупости верю, что это госсотрудники. Сделала все, что от меня потребовали. И нет, чтобы заблокировать карточку многоточия. Они сказали мне номер для входа в банк, что это госденьги. И чтобы поймать преступника, естественно, их нужно перевезти. Я несколько раз останавливалась, отменяла операции. Но два мужика меня так запутали и сломали. Да меня даже не сразу дошло, что я слишком поздно поняла и все рассказала мужу. Деньги ушли, когда мы прибежали в банк. Естественно, тот счет был уже пуст. Мы обратились в полицию, все рассказали, завели дело. Я не рыдала. Я выла от своей глупости, от своей наивности, от того, что сразу не заподозрила неладное. Хотя что-то же меня останавливало несколько раз. Вот так я за полтора часа ужаса своей жизни потеряла половину накоплений нашей семьи, которые муж собирал практически в одиночку несколько лет. Мне больно, обидно, я до сих пор иногда постоянно плачу, не могу есть, толком спать. Я попалась, и я виновата. Чувство вины. Мы на этом акцентируем внимание и на эмоциях, которые девушка выше написала. Мне было так стыдно перед мужем, что даже если бы меня переехал грузовик, я бы не заметила. Я сейчас постоянно это анализирую. Всплывают новые факты, которые я упустила при встрече с полицией. Я их озвучиваю мужу, а он передает дальше полицейским, видимо. Он старается на меня не злиться, сделанного не вернуть, говорит. А я корю себя очень сильно. Но с другой стороны, я понимаю, что меня запутали. На данный момент мы ждем новостей, которые не думаю, что скоро будут. Я пытаюсь справиться с этим, и пока что у меня плохо выходит. Я засыпаю с этим, если вообще удастся уснуть. Я просыпаюсь с этим же. Желаю изменить все, хоть это и невозможно. Возможно, кто-то почувствует, кто-то скажет, что сама виновата. Хотя так и есть. Я пишу вам, Галина. Многие девочки смотрят вас. Если вдруг решите, что эту историю можно рассказать, озвучить, может тогда еще одна такая же Маша, как и я, не попадется на это. Положит трубку и позвонит мужу раньше, чем я. В любом случае, спасибо вам большое. Видите, запроса ко мне, типа, что мне делать, как мне лучше себя чувствовать, нет. Я поэтому хочу немножко вам объяснить, в какой капкан вы попали. Здесь история, это только пример. Пример ваших личных. Это лакомцевая бумажка, которая показывает одну большую личную проблему, которую у вас есть, на которую бы я вам, автору письма, хотела обратить внимание. Чувство вины, чувство стыда, самопоедание, саморазрушение, которое сейчас вам мешает жить. Вот вы даже говорите, муж старается на меня не злиться. Говорит, ну все, уже не вернешь. А я, кто покоя себе не дает? Я сама. Сама себя разрушаю, поедаю, спать есть не могу, мучаюсь, страдаю. У меня внутренний ценз и критик. Обидно, больно, там эмоции были приведены, на чем я заострила внимание. Чувство вины и чувство стыда – это две самые главные манипуляционные эмоции. То есть, если вы ребенок манипуляторов, или в вашем окружении бабушки, дедушки, или еще кто-то занимался манипуляциями, есть такой человек, с которым вы росли, и брат, сестра, может быть, неважно. То есть, эти чувства, не очень приятное чувство стыда и чувство вины, заставляют нас делать так, как мы не хотим для другого человека, для его выгоды, то есть манипуляция. Вот это чувство, с которым вы столкнулись, в этой ситуации ролевая модель показала вам на самом деле то же, что у вас было раньше в вашей жизни. Это не первая ситуация, она крупная, может быть, первая. Но вы всю жизнь бежите от чувства вины и чувства стыда. Эти две эмоции, автор письма, управляют вами целые годы. И вы очень сильно строите свою жизнь для того, чтобы с этими чувствами не столкнуться. Вы их очень сильно боитесь, они не очень приятные. Потому что когда-то ранее это была либо одна травматичная история, либо систематически, скорее всего, систематическая система была, а вы испытывали чувство вины и стыда за какие-то свои действия и поступки. Это обычные синдромы отличницы, хорошие девочки, хорошо учиться, за правильно себя вести, во время домой приходить, быть хорошей женой, мамой, дочкой, я не знаю, всем кем угодно. Быть идеальной. Для чего? Потому что если это делать не будут, меня будут винить. Не напрямую. Но я буду испытывать чувство вины и стыда за то, что я не такая, не соответствую, не подхожу, тяжело, больно. И я не получаю внимания и любовь от человека, который меня винит и стыдит, от манипулятора, который это делает. А эта ситуация, где вы прям подчеркиваете, я накосячила, это моя ошибка. Четко говорится, надо было положить трубку, надо было не отвечать. У вас есть уже решение, что вы сделали не так, вы уже все так разобрали детально, что вы уже знаете, на каких бы шагах надо было остановиться. Вы мне письмо написали для этого, остановите других, озвучьте эту информацию, чтобы другие не сделали ошибки, как и я. Вы не можете принять свою ошибку, свое поражение, что вы не идеальны в этой ситуации, что вы позволили себя облапошить, например. Проблема в том, что вы себя такую с ошибкой, с проблемой не принимаете, потому что с этим в скупе идет чувство вины и стыда. Не хочу я принимать эти чувства к себе. Логичны и не должны. И вы не можете принять себя, вот в чем проблема. У вас внутри идет вот этот когнитивный дисбаланс и диссонанс. Как я себя чувствую, как я себя люблю, принимаю, и как это должно быть. У вас не клеится. Вот себя с косяком, с проблемой, с ошибкой вы принять не можете. Этим вы мучаетесь сейчас. Конечно же, самый простой способ сказать, ну, отпусти и забудь. Вы не можете, проблема в том, что вы зациклились и не можете отпустить. Что вам поможет не до конца решить проблему, но сейчас вот минимум поможет снизить вот этот уровень давления внутри, самокритики, который у вас есть, разговоры с мужем. Это человек, перед которым вы ответственны, это деньги его потеряны. Вам надо с ним общаться, задавать вопросы. Если он спрашивает, почему ты вообще от меня отстань, мне некогда. Мне плохо говорить о своих чувствах. Я так себя виню, я себя корю. Скажи о том, что ты меня не винишь. Скажи, что ты меня не стыдишь. Вам надо каким-то образом получить от мужа информацию, что он вас не винит и не стыдит. Что эти чувства, которых вы очень сильно боитесь, избегаете, мучаетесь сейчас себя поеданиями этими, самокритикой, самоцензурой внутри, не принимаете себя, что у него хотя бы к вам претензий нет. Он вас любит даже такой, даже с этой проблемой или с этим косяком, который вы сделали. Что вас принимают такой, какая вы есть. Вам вот это надо услышать, это вас отпустит для начала, но не решит проблему, сразу говорю. Помните, ругать себя в день можно ноль. Мы себя никогда не ругаем, не виним, не критикуем, не опускаем свою самооценку. Я враг свой, я себя люблю, я себя не ругаю. Вас кто поругает, оценит, занижит их, что-то вам плохое скажет, оценит навалом, может даже не спрашивать этих людей достаточно вокруг. Зачем вы будете делать за них работу? У вас что-то, кто-то должен быть. Вот у детей это родители, которых поддерживают, верят в них и держат их самооценку на нормальном уровне. Хорошие, я имею в виду, родители, которые ребенком занимаются правильно. Не обесценивают ребенка, его самооценка и ни с кем его не сравнивают. Поддерживающие вот эти родители, которые верят в детей. Такие дети успешными становятся людьми по жизни. Вот сейчас, у вас этого в детстве не было, сразу говорю, в этом проблема. И сейчас, поэтому вам приходилось все критиковать. И у вас сейчас только от вас может быть эта помощь. Или от вашего супруга и мужа. Потому что он сейчас ваша семья, он сейчас вот этот взрослый рядом. Проблема конкретно, эта ситуация с ним связана. Вот его доверие, его принятие, вас даже такой не отказ от вас. Пусть он этого больше говорит. Объясните, зачем вам это нужно, вам надо это от него слышать. И прекращайте себя критиковать. Вы просто себя запрещаете, закрываете рот. Если вы себя поругали, плохо о себе подумали, вы каждый раз вот кирпичик из своей самооценки достали. Взамен два комплимента себе. Не верите в них, ваши проблемы. Просто говорим автоматом. Зато я красивая, зато я добрая, зато я, там, не знаю, чистосердечная, еще что-то честная и так далее, ответственная. Если вы должны компенсировать, во-первых, свое разрушение самооценки, это самое страшное, самое ужасное, когда мы себя сами разрушаем своими руками. В себе копаемся. Вот кто-то скажет, ну, самокритика, это же хорошо. Я себя покритикую, найду в себе какие-то минусы, их исправлю. Тем самым улучшусь, стану еще в прогрессе, лучше, короче, моя жизнь изменится, я умничка. Классно рассуждаете и имеет место быть. Только в самом начале я чуть-чуть подкорректирую эту фразу. Не поколупаюсь в себе и найду в себе проблемы, которые надо исправлять, а просто я сделаю себя еще лучше, еще, не знаю, красивее, умнее, активнее, и все нужно подставить. Я сделаю себе лучше, потому что я себя люблю. Не от противного мы идем, потому что я себя искореняю, ломаю, исправляю. Я должна быть другая, исправлять. Не надо ничего исправлять. Я себя люблю, я себя несу, я себя поднимаю, свою самооценку. Ведь отношения к этому разные, результат может быть один. Но почему люди, многие, идут через критику? Вообще критика это отвратительно, это не нужно нам вообще. Для здоровой психики человека критика на самом деле себя вообще не должна быть. Те, кто тебя вокруг будет критиковать, навалом. Ты сам себя не критикуй. Ты должен себя сохранять максимально, любить себя, холить, лелеять, хвалить. Самое лучшее. Потому что закончились твои детские времена, когда родители тебе это могут давать. Теперь ты в твоих руках, твоя жизнь, ты за нее несешь ответственность, за свою самооценку в том числе. А если тебя вокруг критикуют, у тебя достают кирпичики из твоей самооценки, рушат это здание твоей самооценки. И ты сам еще им помогаешь, вытаскиваешь. Что от тебя останется? Ты будешь злым, критикантом, ненавидящим себя, всех окружающих, цепляться к другим людям. Такое мистер зло назовем тогда. Вечно недовольный, несчастливый, с проблемами, на негативе. Вот таких людей я часто называю. Вы прекрасно чувствуете, какие люди есть такие вокруг вас. Они везде вокруг нас есть. Ну зачем вам быть такими же, да? Поэтому, что бы ни говорили, вы себя любите больше всего. Поднимайте свою самооценку, уверенность в себе. Хватит себя. Была ситуация, была. Что мы можем сделать? Единственное, что мы можем сделать, взять выводы из опыта, который произошел. Уже нет машины времени обратно сесть и отмотать, чтобы это не делать. Взяла выводы, опыт, перенесла в будущее, и таких ошибок просто не допускаю. Все. Все, больше ничего не могу сделать. То, что вы топчетесь на месте, себя разрушаете, критикуете, ругаете сейчас, закапываете себя просто, лопатой вырыли себе могилу, легли туда, еще закапываете сверху, дебильку накидываете, нафига вы это делаете? Вы уничтожаете свою самооценку сейчас. Я знаю, почему. Вы так делаете всегда. Сейчас просто очень история большая, эмоциональная, но вы так в мелочах поступаете. И вы всю жизнь живете, у вас жизнь сводится к тому, что критиковать себя, ругать, закапывать себя, земельку кидать, когда что-то допустил, ошибку не идеально, потом потихоньку откапываться, поднимать чуть-чуть свою самооценку, потом опять какой-то косяк ближайший, я не идеально, опять вот этот вот круговорот ваш, вы не наслаждаетесь жизнью, вы боретесь с собой, у вас все вверх-вниз, вверх-вниз скачки вашей самооценки, вы вымотаетесь скоро, вообще все бросите, и будете унылой какашкой, недовольной жизнью. Вы должны радоваться, быть энергичным человеком, чтобы вам хорошо, приятно было. Для этого мы себя не закапываем, над собой не издеваемся, себя не ругаем. Сейчас золотые правила здоровой самооценки. Вот, надеюсь, это было кому-то полезно, мне всегда пишите в комментариях, мне будет интересно об этом прочитать. Если, мне такая идея родилась, у меня был когда-то марафон в Инстаграме еще по здоровым отношениям, хотела переработать эту информацию, и дать 4 лекции, лектория в Телеграме, сделать 4 лекции на тему здоровых отношений с партнером, что это такое, как прийти к здоровым отношениям, понять, нахожусь я в них или нет. Если вам это интересно, и вы бы хотели в таком поучаствовать, напишите в комментариях под видео, что идея вам это заходит. Спасибо большое за внимание. В инфобоксе под видео моя почта. Вы можете написать в стори от Анонима, не на канале, а озвучу. Вы можете записаться на индивидуальную консультацию в Скайпе, и подписывайтесь на Телеграм-канал, в инфобоксе тоже ссылка. Самые свежие новости из Турции. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok